Идем дальше по сезонным новым экзотикам. Сегодня добрались до экзота на охотника, броня Кречета, который уже успел наделать шума. Как и в видосе про экзот Варлока, разберем как получить шмотку, что там по перкам, насколько они полезны, ну и соберем простенький двухкнопочный билд с использованием этого экзота. Нужно больше видосов про шмотки, моды и билды. Голосуй лайком и комментарием. Сейчас прервемся на рекламу от спонсора, благодаря которому на канале выходят ролики в новом сезоне. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Двинг есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду ТРИПЛВАЙП мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Получить этот экзот может каждый игрок, у которого есть доступ к сезону добыча. Выпадает он из затерянных секторов на уровне сложности Легенда и Мастер. Затерянные секторы с этим уровнями сложности меняются ежедневно. Так что, чтобы узнать, какой сектор доступен именно сегодня и какие экзоты можно в нем получить, советую пользоваться сайтом Today in Destiny. Хотя награды не гарантированы при каждом прохождении, один забег занимает всего несколько минут при правильно подобранном снаряжении. Главный перк нагрудника – ощути мое присутствие. Благодаря ему, ваше оружие ненадолго получает бонус к урону, когда вы выходите из состояния невидимости. Побеждая противника с помощью добивающего приема в состоянии невидимости, вы накладываете на себя и на находящихся поблизости союзников резервный щит и ускоряете восстановление классовых способностей. Использовать эти резервные щиты можно, применив классовую способность. Не буду томить и сразу сообщаю, бонус к урону, который дает этот экзот на выходе из инвиза плюс 35% и длится он 6 секунд. Тут есть один нюанс. Обычно мы выходим из невидимки как? Правильно, начав стрелять. Так вот, первый выстрел по цели не бафается, точнее бафается, но с оговоркой. Дело в том, что бонусу на урон от выстрелов нужно время для срабатывания что ли? А значит, если вы стреляете из снайперки, например, бонус станет заметен только со второго выстрела. Но вот стреляя из плазменной винтовки или линейки, этого вот тайминга нужного для заряда выстрела хватает, так что с этих типов вооружения урон сразу начинает появляться с бонусом. Плюс не забывай, ты же охотник, ты сам можешь дебафать свою цель той же ультой. Так что связка бафа и дебафа теперь у тебя просто в кармане. Доставай когда хочешь, не жди ни варлоков, ни титанов. Итого про ПВЕ. У вас на руках хант в этом экзоте. Способа уйти в инвиз, ну скажем, три. Добивание, шашка, перекат. Каждый раз на выходе баф к урону. Так что собрав настройки своего персонажа таким образом, чтобы всегда иметь возможность уйти в инвиз, как это делаю, например, я, вы сможете независимо от купола титана или кладезя варлока, соло наносить ну очень даже достойный урон по боссам и жирным противникам. Нельзя не упомянуть, кстати, экзотный меч Тень Сердца, который тоже накладывает на вас эффекты невидимости после тяжелых атак с полным зарядом. Так что с ним вы получаете и дополнительный способ уйти в инвиз. И на урон сам меч тоже вполне сгодится, даже в текущей мете. Теперь ты ждешь инфы, насколько сильно этот экзот ломает ПВП. Ну, там все же есть какой-то баланс. Длится баф к урону не 6, а 3 секунды, а сам бонус составляет не 35%, а лишь 15. Но даже этих цифр достаточно, чтобы заметно снизить ТТК. Особенно это круто ощущается на оружии с периодическим уроном, вроде револьвера Шип, ППшки Остеострига или на луке Монарх. Кроме этих экзотов, вам точно понравится то, что бонус к урону складывается с бонусами перков на оружие и на урон, вроде полосы удач или киллерского магазина. Так что моя ирония во фразе про то, что экзот ломает ПВП, не то чтобы совсем уместно, поскольку пользы от экзота в Гарниле будет достаточно, и думаю, что в грядущих испытаниях Осириса, да и в обычном ПВП, мы будем хантов с этим грудаком видеть, ой как часто. Ну и теперь обещанный в начале изи билд, он у нас будет учитывать вторую половину описания перка экзота, о которой я молчал весь ролик. Побеждая противника с помощью добивающего приема в состоянии невидимости, вы накладываете на себя и находящихся поблизости союзников резервный щит, и ускоряете восстановление классовых способностей. Что делаем? Ставим аспекты, маскирующий шаг, который как раз подарит нам способность уходить в невидимость за каждое уклонение, стильный палач, который также сделает вас невидимкой, только на этот раз за добивание нестабильной или поддавленной цели. В фрагментах ставим эхо изгнания, эхо стойкости, который продлит действие всех пустотных эффектов, в том числе инвиза. Эхо неизвестности, снова инвиз, но на этот раз за применение добивающего приема. Ну и эхо возмездия для супера. Что у нас вышел за коктейль? Видим врага на добивании, пробираемся в инвизе к нему, финишем и получаем резервный овершилд и буст к урону на 6 секунд. Притом окружающие вас в момент добивания враги будут поражены эффектом нестабильности, все благодаря аспекту стильный палач. Убивая такие дебафнутые цели, вы получаете невидимость и на выходе из нее снова получаете бонусный урон. Взрываясь, эти пораженные цели цепляют друг друга и даже когда эффект со всех спадает, среди оставшихся бойцов точно будет какой-нибудь раздамаженный. Снова повторяем наш алгоритм и продолжаем стирать отряды мобов. Ну и не забывайте, конечно, подкручивать статы своего персонажа на быстрый откат классовой способности и все вот это вот. В ПВЕ этот экзот точно мега полезен, я дико его рекомендую всем охотникам, при том зажмурившись скрещиваю пальцы, чтобы банджи не решили понерфить его, как это было с чешуйчатыми сапогами. Слишком весело, мы вам запрещаем. Так что ждите дропа нагрудника в ближайшие ежедневные обновления легендарных или мастер затерянных секторов, выбивайте нагрудник и подписывайтесь на мой бусти, ведь именно этими подписками вы поддерживаете выход роликов на моем канале. Сейчас отряд бравых гардианов там немногочислен, так что присоединяйся к фаер-тиме по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, до связи!